Нужен закон о защите почвы и деревьев. Есть закон о защите животных, но когда будет закон-то? А пока прошу. Кого прошу? Министр сельскохозяйства, президент Академии наук, министра науки и высшего образования, министра просвещения или этого, который бездельников, всех надзорных органов, Россельхознадзор, Россанитарный надзор. Вот это разе не санитарный надзор, искалечие дерево, чтобы оно заболело. В стране нет ни одного санитарного специалиста, который даже понятие имел, чем он должен заниматься-то. Вот чем он должен заниматься. На корню вот этих вот советую уничтожать. Скажем, что это санитарный надзор, что это их работа, защита почвы и деревьев. Так удивятся? А пока, это я, объявите мораторий на обрезку хотя бы выше. А вот это вот, еще одно. Итак, человек, который пишет, что лишайники, симбиотические ассоциации грибов, микроскопические зеленых водорослей, что предлагает? Сейчас я буквально еще, а потом по делу пойдем. Вы не знали, чем опасны лишайники. Удаляйте их сейчас же. И вот вы представляете, что творится. Еще только в лесу хорошо. Берется для фильма фотография лесного старого столетнего дерева. Вы видите? Абрикосы такие бывают. С белкой все. Ну что, лесники-то не драят эти деревья в лесу, а в саду? Вот я и пишу. Драят металлическими щетками и шпателем столетних деревьев. На хрена столетние деревья-то это было? А вот еще, за ним вот такой снимок. Удаляйте. Это просто вот этот дурь. И ради чего? 38 прослот. Тут, конечно, еще это. Нет, это только начало. 7 часов назад, 38, да. Но 37 тысяч подписчиков. Сколько людей возьмет металлические щетки и пойдет уничтожать свои деревья? Они и так больные, искалеченные. Поэтому покрывается мертвесина. Вот она поверхностная. Это, запоминайте, друзья. Теперь вот эта почва. Вот видите? Лишальник находится, он растет не на дереве. Оно там, ниже. То, что осталось у дерева. Он растет на почве, которую образовали мертвые клетки неживые. И оно еще живо и умрет только тогда, когда вы сдерете это. Вот тогда оно точно умрет. И этого никто не знает. Ну и еще одно. Почему? Потому что дальше я еще пройдусь по этим выпускникам. Тимирязевки. Это самые, я не говорю, глупые. Они, может быть, в чем-то другом умны. Кто знает. Ну, кто-то, может, умеет, как самые вкусные блины, например, спеть. Кто-то, может, даже хлеб умеет домашний печь. Пироги. Что это? Проглотишь вместе с пальцами. Вот. Понимаете? Ну, не лезьте, куда вы не это. Ну, вы представляете, какая, может быть, хрен комедия течения, вот так вот с ними расправляться. Комедия течения не болезнь. Самозащита, самолечение дерева, самое эффективное в мире. А вот это уже настоящие идиоты. Ой, извините, тут фамилия есть. Ладно, назовем их по-другому. Это самые настоящие невежественные люди. Вы представляете? Взять вот так вот, бороться с этим. Что теперь с дерева будет? Ты же его уничтожил своими руками. Спасатель. Ну, и еще уже это. Потому что, понимаете, в чем дело? Если бы, ладно, бы я. Присылают и просят прокомментировать. Вот дупло. Одно из миллионов миллиардов. Не вздумайте его придумать такое. Вот человек стоит, и говорит, сейчас я спасу дерево. Я его забетонирую. Разводит бетон, туда заливает. Я таких идиотов. Вы понимаете, дерево, которому уже наверняка 50 лет, ну, согласитесь, не меньше. Оно прожило свою жизнь. Оно спасается тем, что это дупло, это вынужденное, что получается, после того, когда, например, погибла ветка. Но оно там внутри обросло такой же король, продолжает жизнь развиваться, радоваться, даже сексом заниматься, если на нем еще цветы есть. Но это неприкосновенно, понимаете? Когда-то люди должны понять. Вот это дупло неприкосновенно. Без вас дерево разберется. Пришла пора, умрет. Или вы его перестали подносить, вы его вырубите. Там спилите. Это неприкосновенно. Видите, как это странно звучит, когда тысячу людей, караул, дупло, заливайте бетоном. Это ж догадаться до такого. Еще немножко перейдем к моим главным этим рассуждениям. Запретить продажу саженцев в интернет-магазинах. Я их называю интернет-морги. Еще вот это. Вы понимаете, интернет-магазин. У нас тоже есть такой. Месяцами стоят, ни на почве, ни на солнце. В магазине. Умирает, 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 умирает. Потом человек покупает, но даже не просыпается. Но люди-то не виноваты. Ну кто запретит, чтобы это же у нас же демократия? Или кто людей выведет на такой уровень, когда они будут знать, что я дурак, чтобы с магазина брать? Только один вариант. Приехал питомник. Кто-то там работник, как обычно, Сергей берет лопату, Илья брал лопату. Вторую лопату давал покупателю. Трудно бывает такой ком. Приходилось иногда коме тащить на брезенте, потому что мы вдвоем не могли поднять ком земли. Вот это работа. И вот так и надо. Уровень на второй год, вот так садился уровень питомники земли, потому что все с такими комами. Вот это работа. И вдруг магазин. Ну ладно, запретить, наверное, невозможно. Но дураков хватает. Не дураков, а малограмотных людей. Пожалуйста. Уровень должен быть другой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...